Пока я готовил новый выпуск совета недели, вышел интереснейший отчет о цифровой трансформации, и я просто не мог не поделиться с вами сочными цифрами и трендами. Они не просто любопытны, но и дают отличное представление о том, с чем вам придется иметь дело в ближайшем будущем. Конечно, отчет составлялся на основе иольских данных из США и у нас в своей реалии, а в этом году особенно, но общее понимание ситуации очень и очень важно. Некоторые вещи универсальные, и никакие санкции не могут изменить. Начнем с общей статистики. Сколько занимает внедрение цифровой трансформации по времени? Для компаний среднего размера с доходом от 50 миллионов долларов, этот срок составляет от 14 до 16 месяцев. Если компания большая, доход превышает миллиард долларов, срок внедрения сразу же вырастает до 34 месяцев. Интересно, что за последние два года этот показатель не уменьшился, как можно было бы ожидать, а наоборот вырос. Причина в том, что на рынке постоянно появляются новые ERP-системы, менее опробованные, менее зрелые. Потому цифровая трансформация хоть потом и окупается, но занимает больше времени. Стоимость внедрения также обычно напрямую зависит от масштаба в компании. Фирмы с доходом до миллиарда долларов тратят от 3 до 5 процентов их годового дохода. Компании, зарабатывающие от миллиарда долларов, тратят от 2 до 3 процентов годового дохода. Опять же, масштабы компании могут быть разными для наших реалий, но пропорции верны в любом случае. Есть определенный минимум, который придется потратить на цифровую трансформацию. Поэтому, хотя у крупной компании общие затраты и будут больше, в процентном соотношении они будут меньше. Один из ключевых рисков цифровой трансформации – это нарушение операционной деятельности компании. Это не значит, что ваша экономическая деятельность возьмет и остановится. Но тогда, например, возникнет временная невозможность поставлять какой-либо продукт или какой-то аспект деятельности на какое-то время станет менее эффективным. Одним словом, произойдет неприятное отклонение от нормы. С такими нарушениями столкнулись от 51 до 54 процентов компаний, когда настала пора применять результаты цифровой трансформации на практике. Скорость разрешения ситуации была у всех разной, но на затраты это повлияло. Компании отмечают рост стоимости внедрения цифровой трансформации от 50 процентов до 300 процентов из-за подобных проблем. Это не означает, что нужно опасаться нарушений операционной деятельности, связанных с цифровой трансформацией. Ничего неразрешимого не произойдет. Проблемы, конфликты, заминки в компаниях возникают всегда, вне зависимости от степени их цифровизации. Но все пойдет проще, если вы заранее заложите дополнительные строки на разрешение проблем плюс дополнительный бюджет на компенсацию сбоев. Кто же меньше всего пострадал от подобных проблем? Это компании, которые прописывали новые бизнес-процессы на ранних этапах, внедряли более продуманные стратегии. Мало пострадали компании, у которых люди на всех уровнях, от исполнителей до руководителей, были на одной цифровой волне, а также те, которые наиболее тщательно тестировали процессы и системы. Как ни странно, на повышение рисков сильно не влиял выбор программного обеспечения. Это возвращает нас к тезису, который красной линией идет через все наши выпуски. Программное обеспечение не является самой важной частью цифровой трансформации. Это просто инструмент, но ни основа, ни базис ваших перемен. Какие тенденции будут преобладать в цифровой трансформации в 2023 и последующих годах? Вот 10 основных. Ожидается консолидация поставщиков программного обеспечения. Все больше приобретений и объединений случается среди разработчиков ПО. Это нужно держать в уме. Каким образом возможные перемены повлияют на ваш бизнес? Готовы ли вы гибко адаптировать вашу систему, если с новым владельцем сервиса придут новые условия пользования? Блеф поставщиков программного обеспечения станет явным. Что это значит? Конкуренция на рынке высока, поэтому многие поставщики ПО настойчиво продвигают свой продукт, и в те индустрии и компании, для которых их ПО будет не очень эффективным. Пока что это работает, но скоро не будет. Важно не попадаться на заманчивые обещания и выбирать продукты, зарекомендовавшие себя именно в вашем секторе. Следующий тренд – фокус на управлении человеческим капиталом. Это обосновано как всеобщей нехваткой квалифицированного персонала, так и тем, что подход к работе после пандемии изменился. Многие компании переходят на гибридный вариант организации рабочих процессов, частично из дома, частично из офиса. Одним словом, появляется много причин грамотнее и эффективнее управлять персоналом. Также ожидается продолжение нехватки ресурсов. Да, ситуация с дефицитом микрочипов и других технических компонентов постепенно выравнивается, но она далека от идеала, и так будет еще какое-то время. Возможно, это не заденет вас напрямую, но ваш крупный поставщик SaaS может от этого пострадать. Плюс не забываем про санкционные эффекты. Потому пока что стоит как можно больше систем разворачивать локально, не в облаке. Кстати, снижение использования облачных сервисов – это еще один очень заметный тренд. Следующая тенденция – постепенный отход от больших ERP в пользу узкоспециализированных. Увеличение числа изменений в корпоративной культуре компании, цифровизация цепочек поставок. Ну и на двух последних трендах хотелось бы остановиться отдельно. Семимильными шагами идет так называемая индустрия 4.0, или как ее у нас называют, четвертая промышленная революция. Это новый подход к производству, основанный на массовом внедрении информационных технологий в промышленность, масштабной автоматизации бизнес-процессов и распространении искусственного интеллекта. Все это в том или ином виде существует уже несколько лет, но в ближайшие годы будет укрупняться, глубже внедряться, лучше управляться. Даже если вы не производите физические вещи, использование интернет-вещей, умной логистики и прочего затронет вас напрямую. Ну и наконец главный тренд – это клиентский опыт. Кто сможет предоставить его в лучшем виде, тот будет править рынком. Отличие в том, что сейчас как никогда быстро меняются вкусы потребителей, паттерны спроса и макроэкономические факторы. Надо быть гибкими. Как этого добиться? Об этом в следующих выпусках. Продолжение следует...